Неважно, служил ты или не служил. Главное, что служил. Друзья, я еду сейчас на 23 февраля в Шкоду, опять в музей. Что там сейчас будет? От меня будет очень простая задача поставить колонки и посетить музыку громче, тише поделать. Зарплат платят, можно и поработать. С праздником всех. Приключения ручки-забинтовки начинаются, продолжаются. У меня как-то были эти приключения, но я тогда видео не снимал. У меня есть фотографии, когда мы ездили в Крым и запускали гексокоптер или квадрокоптер. Квадрокоптер мы запускали с огромными лопастями, и он мне порубил пальцы. Семь швов мне тогда наложили, и тогда вот у нас были приключения ручки-забинтовки. Но сейчас приключения возвращаются. Поэтому, ребята, жмите кулачки. Не знаю, что будет, но что-то обязательно будет. Все, ребят, по ходу Вета эту куртку тоже выбросит. Я как Ципа, да? О, ребят, смотрите. Гибрид привезли новый в музей Ситроен. Ямахари. Ничего в машине нет. Только кнопки и экран. Тут вообще и стекло-то только одно, вот лобовое. Ну, это уже для папы наших, да? И просто самые меткие, это для девочек и для мам. Как уничтожить автомобиль за 10 минут? Надо вот этого парня посадить туда. Он все ручки уже переломал. Так, ребята, теперь начинается конкурс. Слушаем меня. Стреляет одновременно максимум 2 человека. Остальные смотрят. Два шага назад. От стола отходим два шага назад. Формируем... По-моему, по-моему. Ребята, это можно пробовать только при наличии. Все. Наши теперь по-руже сделают, по-моему, как-то. Дети, машины, машины, машины. Две недели назад две же эти автомобили из Франции. И мы чуть не разобрались сейчас. Вот этот автомобиль, который ездит в Франции, дорога. Да, более меткий. Дети, электромобиль. Ребят, дети, электричные и новичи. Так, ребят, показываем. Дверь закрылась. Не торопись, не торопись. А почему? Вот. А вот. Концепт, ребят. Реальная машина. Можно сказать одно. Титроен меняет в лучшую сторону. Мини-бар Маслениц тут прям вовсю. О, тут блинов-то есть и есть еще. Я, наверное, еще садил. Надо же как-то время скоротать. А сайты? А сайты там уже не знают. В аккаунтах наших. Вот, просят всех снимать, а себя не дает. Потому что мне не надо. Потому что мне не надо. Вот, это классика. Пока идет экскурсия, я решил время не терять и ответить на ваши комментарии. Бамблби. Мальчик станал красивая и приятная машина. Ну, смотрите. В общем, тут уже все ухандохано детскими ногами. Все просто сделано по минимуму. Судя по сиденью, машина не совсем новая. И здесь вот сделана полочка. Вот, полочка есть. Можно камеру спокойно поставить. И, в принципе, руль спортивный. Я думаю, что в ней, наверное, лошадок 50 есть. Но, честно скажу, по ощущениям, очень забавно. Я бы, вот, честно, за городом где-нибудь... О, здесь вообще Алькантра. Где-нибудь на отдыхе я бы с удовольствием на такую машину поездил. Вот, реально, в Европе где-нибудь. Ну, очень круто. И хороший климат, приятный. По пляжу, наверное, круто, надеюсь. Я не знаю, полный приютный, полный у нее. Ну, я сомневаюсь. Но комплектация, я вам скажу, что в машине нет вообще ничего. То есть, есть дворники, поворотники, омыватели. Вот, прям, самый минимум. Peugeot 107. Ну, и Citroёn, эти вот самые маленькие, вот то же самое. Вообще, ни климатов, ничего нет. По посадке сиденья удобные. Мне нравится. Ничего вообще в машине нет. Пусто. Честно, ребят, очень круто. Представляете, все снимаешь. Окна, как в УАЗике в нашем. Крышу снимаешь и едешь. Вообще, космос. Ямахари. Ребят, эта машина 2015 года. Он аккумулятор. Ну, вот как-то вот так здесь. Все из пластика. Это сегодня это, заработали 485 тысяч на билетах. Вот это музей работы, слушайте. 485 тысяч на билетах. Так лежит, все это сюда повернули. Все они заработали. И это сдача. Давай, дай дару, Вероника. А у вас многодетная? У меня да. У меня три собаки. Только посмотрите, какие ценные подарки. Сахарная пудра. Вообще. Да. Глазурь. Ребята. Глазурь. Пожалуйста, почему решили именно вот такие подарки дарить людям? Масло есть в неделю. Выпечка. Вот, ну, некоторые люди же не готовят. Ну, вот, что было. Что вы начали готовить. Просто объясняю. Нет, мне наоборот. То, что нам отдают, мы... Благотворительно? Да. А как, что это? Благое дело старых черемушек. У нас просто совместная акция с музеем. Вот, поэтому мы свои подарки сюда предоставим. Сколько много лишних вопросов? Почему? Не, не, не. У нас правильно интересуются. Не, не, не. Благотворительный фон. Благое дело старых черемушек. Сколько осталось блинов? 70. Ты прям точно знаешь 70? А как на глаз? Тут ты видишь на глаз и знаешь, что 70 блинов? Да. Было 130 отдали уже. А, ты считаешь просто? Конечно. Я просто подумал, что на глаз определил 70 блинов. Ну, пересчитать, что ли? Ребят, я... Я просто все время ем. Первая партия поехала на склад. Давай, давай. Работай. Стоит. Тут, получается, на эти подарки выделяют фонд Благое дело деньги. Правильно? Или нет? Вообще, благотворительные фонды работают по разным схемам. Чтобы не терять времени, я напрямую подключил компьютер к колонке. И все остальное могу сейчас убрать. А потом просто одну колонку вынесу снова. Все. Никто даже не узнает, что я начал собираться на час раньше. Скажи, а еще блин и ешь? Ой, пожалуйста, отойди. Отойди, мой блин. Переложу, да? Раз, два, три, четыре, пять, четыре. Сем-восемь. Вот это называется с лопат кормить. Ты иди, иди, мальчик. А блин, оставь только банку. Ребята, у нас начинается операция пакет. Собираем все в пакет и валим. Хорошо, что только блины, потому что когда много всего в один пакет, не очень вкусно потом получается. Спасибо для вас. Может, по пять блинов? По шесть? По три? С собой, может, в карман? Слушай, ну сегодня прям вообще похлеще, конечно, чем в Сокольниках. Давайте еще блины, блины, блины. На коже. Еще. Пожалуйста, еще. Еще. Клади, клади, клади. А тарелки побольше нету? Он дырял. Оторвал кусок. Еще, еще. Ну что ты? Что ты жалко блинчику, что ли? Плюс мы будем на заказ реставрировать. Нам приносим машину, мы ее реставрируем и ждем. Вот, вот, вот. Забирай у нее блины, обойдется. Слишком дорого. 75 тысяч москвич. Это можно стоящий купить за 15. Девчонки, а блинов не осталось у вас случайно? Парочки. Сейчас, ну что, прям вообще не добросла машина. Все, я побежал. Почта у меня твоя есть, я тебе скину тогда все. Спасибо тебе. С 23 февраля меня. Мне кажется, Вяш, что ты плохо себя вела сегодня. Почему? Я тебя поздравляю. В червенку. Еще. А, слушай. Внятером я тебе праздничную кашу приготовлю. Я вообще забыл про праздник. Кашу бойца. С малиной. Кашу стоящего мужчины. С малиной. С малиной, семенами льна, папайей. Небольшой. Знаешь, и носки к ней надо упадать. И фарш туда упадает. Вот. Где идут они? Просто они могут туда-туда прийти. И что будет? Могут туда-туда идти. И в чем будет разница? Ну, мы можем туда подъехать, и получится, что мы тогда уехали от того места да не идут а вон они вчетвером идут за холодильником короче мы едем инки и не нужен шкаф у нас полный багажник потому что только с работы приехал вот сзади места нет и на с ребенком я женой и ребенком в общем и такой честной компании на легковой маленькой машинки едем покупать кухонный гарнитур и живет морозе шапка вытащена залезайте в кладов ой блин он был вам прийти этих надо было эти как они называют батареек старик девочка вот нашла на у нее ширинка назад большая высокая стала очень красивая да ты заметила им что в икея очень красивые люди это хочет постельное белье свежее чтобы ребенок спал свои кроватки а у нас свежее белье было расцветного белье хочет и чутка будто смущат нет но ты имеешь ввиду что отделение банка за 22 часов принимает заявление на кредит мы не сможем белье купить наделась в кредит полторы тысячи в кредит на три года в рассрочку без переплат ну наконец-то вон такое по любому нужно по кроваву белое белье один раз садишься я попала я и ночью не сажусь на кровати ну купил такое мишенька же уже не грызет пуговки сером если что будет считаться серые полоски смешно будет комбинировать мне очень нравится давай возьмем и дальше пойдем натяжную как потолок пойдем как я помню у нас были ненатяжные простыники каждый день или она оказывалась посередине кровати я очень это беспокойно сплю червя кто серый червь как ты сказала а вот может ребят советую где взять покрывало где взять я знаю только тренер стоит 17000 это просто очень личное слово как дорого кто знает какие неприлечные слова жевный кросс мне понравилось это фокмане она с синтепоном мягкая и бархатная представляете губок больше нету икей смотрите в икее нет губок нет больше губок здесь будут но нет информация может не будет в общем нет губки кончат ну я знаешь могу сделать что я могу вот так вот горизонт завалить мне кажется у нас нету кастрюли мне кажется у нас нет кастрюли вон криво косо все окислилась преобразец написано потеряли списочек свой ага так он тебе сказала у инны был список покупок что что он был купить и мы его потеряли в общем теперь никто не знает что покупать надо и видимо видимо инна купит только кастрюлю сегодня и где он был полу на балу сейчас налево налево еще мешка не хватает с поварёшком бери бери у тебя вместо есть свободное есть зеркало возьми да не вас его почему сами не сможем думаете подрабатывают не 5 6 15 отчество нам туда куда хочешь ты садись сюда тебя повезут я был вставшийся никита это уж не залезет не вылезешь мне кажется он же бард потому что водолазка он же развязка и он же садника покажется еще мы сидим и ждем инну 10 минут уже ждем пока она переложит весь склад перероет и киевский потому что что-то не совпадает по артикулу что мужик взяли то вы все взяли уже да мы все взяли мы все взяли один стол да а ну да два стола но я это тоже что взяла уже молодец вы два стола а полки надо опять положить белок нет это меня папку короче у меня одно место они не говорят другое место и получается что мы еще не то взяли вот ну и стал а у вас это тюма Субтитры сделал DimaTorzok